Привет, друзья! С вами Дина и моя коллекция рецептов. Перловка очень полезная крупа, особенно для стройнеющих и людей с сахарным диабетом. Но если вы думаете, что с ней много возни, ее нужно долго замачивать, или из нее невозможно приготовить действительно вкусное аппетитное блюдо, то обязательно посмотрите это видео. Сегодня будем готовить рассыпчатую, сытную перловую кашу с фаршем и овощами. Это один из вариантов простого дежурного блюда в моей семье. На столе все продукты, которые нам понадобятся. 300 грамм перловки, у меня крупа голландская. 500-600 грамм любого фарша, я возьму из куриных бедрышек. По одной штуке лук, морковь и сладкий перец. Пару зубчиков чеснока и масло для пассеровки. Чайник доводим до кипения. Сухую крупу высыпаем в миску подходящего объема. Заливаем кипятком. Перемешиваем и отставляем в сторонку. Пока будем заниматься пассеровкой остальных продуктов, перловка как раз набухнет. Такой прием позволяет заменить многочасовые замачивания крупы в холодной воде. Крупную луковицу нарезаем мелкими кубиками. Ставим на плиту глубокую сковороду, сотейник или кастрюлю с толстым дном и выкладываем по 30 грамм растительного и сливочного масла. Обжариваем лучок. А тем временем мелкими кусочками нарезаем крупную морковку. Отправляем ее к луку и все вместе обжариваем. Сладкий сочный перец очищаем от семян и перегородок и тоже нарезаем мелкими кубиками. Все вместе пассеруем. 2-3 зубчика чеснока мелко режем и добавляем в овощную смесь. Обжариваем буквально минуту и как пойдет приятный чесночный аромат, выкладываем в кастрюлю фарш. Обжариваем на сильном огне вместе с овощами до момента, пока весь сок выпарится. Фарш берите на свое усмотрение. Из курицы, индейки, говядины, свинины или любой смешанный фарш. Не забываем посолить мясо с овощами и посыпать смесью ароматных перцев. Как вариант, можно добавить еще любую другую приправу на ваш вкус. Когда на дне практически не останется мясного сока, промываем хорошо набухшую перловку под проточной водой, отправляем в кастрюлю и перемешиваем. Заливаем двумя мерными кружками кипятка. Накрываем крышкой. Убавляем нагрев, чтобы каша еле булькала. И варим до готовности. В зависимости от вида крупы на это уходит от 30 до 50 минут. Такую вкусную кашу можно сварить не только с перловкой, но и с гречкой, рисом, пшеном, булгуром. А в качестве наполнителя использовать абсолютно любые сезонные овощи или грибы. Как только на дне кастрюли не останется жидкости, выключаем плиту и можно всех звать к столу. Казалось бы, банальная перловка, а получается очень вкусная, рассыпчатая, наваристая, довольно сытная каша с фаршем и овощами. Такая еда точно никого не оставит равнодушным, даже если вы раньше не любили перловку. Присыпьте сверху ароматным перчиком или зеленью и сытный питательный обед или ужин вам обеспечен. Ешьте и наслаждайтесь! Желаю всем приятного аппетита! С вами была Дина и моя коллекция рецептов. Субтитры создавал DimaTorzok